Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас такое знаменательное событие, к которому мы долго шли. Я вообще заметил, что мы очень долго ко многим событиям знаменательным идем, но если приходим, то сразу уже, как говорится, приходим основательно. В общем, по многочисленным просьбам наших друзей, клиентов, сотрудников и нас самих, мы начали продавать японский чай. Я не назову себя потрясающим экспертом в японском чае, но, безусловно, так как мы занимаемся чаем давно, конечно, некие знания у меня в нем есть. Конечно же, мы пробовали разные пробники разных компаний, заводов и так далее. К сожалению, у меня пока не получилось до Японии доехать, вот. Но, тем не менее, у нас получилось выйти, значит, на контакт с несколькими заводами. Мы собрали какие-то образцы, вот. И, значит, в общем-то, проведя некоторую работу, значит, нашли самое лучшее. То, что нам показалось по соотношению, нашему самому главному соотношению, цена-качество четыре сорта японского чая. Вот. Это, значит, сенча. Всем известно, это, в общем-то, классический японский зеленый чай. Вот. Собирается он весной, летом, осенью. Весенний считается традиционно самым хорошим. У него помельче лист, он такой немножко более маслянистый, соответственно, более ароматный и вкусный. И на внутреннем рынке в Японии обычно продается именно такой. Вот. У нас многие встречали, наверное, такие вот крупные листовые сенчи. Это обычно не очень качественные. Он там летний или тоже посенний. Вот. И он хуже. Вот. У нас весенний. Хранится он два года. Соответственно, то есть, хоть он на 2014 года, он до сих пор уже очень вкусный, очень ароматный. Скоро будет, кстати, свежий. Вот. Следующий чай, значит, это матча. Это знаменитый порошковый чай. Он известен еще со времен династии Тан. Как вы многие знаете, кто читал чайный канон легендарного Лу Юя, вот, знает, что во времена Лу Юя чай был как раз именно такой, порошковый. И так как чай как раз именно во времена династии Тан, то есть, примерно в девятом веке, вместе с другими элементами китайской культуры чай пришел в Японию. Так как японцы, скажем таки, более в чем-то такие, как бы сказать, такие догматичные и более чтущие традиции, немножко более, скажем так, вот, целеустремленные, чем китайцы, да. Вот. Они сохранили эту традицию до сих пор. А в Китае она, как бы, уже ушла. И в Китай, как бы, как более такой переменчивый уже с тех пор изобрел много чего нового. Вот. А Япония, как бы, сохранила вот этот порошковый чай-марча, который сбивается венчиком, как вы знаете, да, я думаю, попозже мы, когда будем расширять еще ассортименты японской посуды, вот, пока у нас ее еще нет, будет, в общем-то, видео, я думаю, про то, как его заваривать. Вот. Следующий чай, который я сейчас как раз заварю, называется Ходзи Ча. Это, по сути, сильно обжаренная матча. Чем он характерен, чем он интересен? В России, хоть его пока не так много, то, что я встречал, мне не понравилось по качеству, в принципе. Вот. Я впервые, вот, как бы, очень был обрадован пробником с этого завода, с которым мы сейчас начинаем сотрудничество, то, что действительно очень хорошее качество. Вот. Они, в основном, работали на внутренний японский рынок, мало где-то еще засветились. Вот. И вот этот вот чай, он очень чем-то похож на прожаренные луны, чем-то даже, может быть, наувышанься. Вот. В Японии его обычно часто рекомендуют беременным, женщинам и так далее, потому что там практически нет кофеина. Вот. В некоторых случаях его там даже вообще нет. Вот. То есть, он, как бы, вот, такой считается, чайок мягкий. Вот. Но, при этом, вкус у него просто очень интересный. Обязательно рекомендую попробовать. Он не похож ни на что, тоже, в должное время, похож немножко, как я говорил, уже на прожаренные луны. И четвертый сорт – это Генмай-ча. Это знаменитый японский чай с рисом. У него такой, довольно-таки, необычный вкус, но оценители, любители именно этого сорта чая, я думаю, обязательно его оценят по достоинству. Вот. Вот такая вот у нас небольшая коллекция. Пока мы только начинаем это, но я посчитал, и все мы посчитали, что это очень хорошее начало. Вот. Обязательно рекомендую попробовать. Особенно, вот, опять-таки, сенчу и хадзичу. Потому что они, вот эти два сорта, они очень хорошо подходят, в принципе, под заваривание, даже традиционно, китайское. То есть, их можно заваривать проливом, можно настаивать. Вот. А там более мелкая фракция, поэтому желательно использовать сито. То есть, я вот тут, как по своей привычке, его не использовал. У меня вот тут полная чашечка мелких черинок. Вот. Но это, в общем-то, тоже, кому как нравится, можно заварить и так. Вот сейчас я заварил, как обычно, проливом. У меня получилось довольно-таки вкусно. Вот. Я вам желаю приятных чайпитий. Вот. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok